Все даты выхода игры указаны на момент релиза видео. Летто у нас было солнечное, но правда малость дождливая. Вот и накопилось слегка воды. Теперь по улицам плавать придется. Ну ничего страшного, лодка у нас найдется. Да и персонажа как-нибудь уж подберем. Поизучаем город с другого ракурса. Заодно и узнаем, что случилось с нашим братиком, да и городом в целом. В любом случае должно получиться интересное приключение. Дата выхода намечена на 4 августа 2015 года. Сразу после тонн воды мы окунемся в конфетное безумие. Один незадачливый алхимик изучал лучшие алхимические рецепты. Правда, состояли они из сладостей и давали ему недюжую силу. Всегда разную и малость непредсказуемую, но зато всегда было весело и сладко. Говорят, он сошел с ума и отправился в путешествие в далекие земли. Больше его, правда, никто не видел. Дата выхода намечена на 4 августа 2015 года. Человек всегда стремился познать границы нашего мира. Узнать, что за всем холмом, а что будет, если переплыть море. А вдруг за небом ничего нету. Различные вопросы посещали головы людей. И вот вы уже в космосе. Изучаете и выщете новые планеты, исследуете их. Чем они могут быть полезны и чем опасны. Полностью открытый космос предстоит перед нами. И он ждет наших решений. Дата выхода намечена на 5 августа 2015 года. Кто такие древние? Были ли до нас другие, не такие как мы? Создатели или разрушители, коих скрывает время? Попытки раскрыть легенды о древних расах уже давно мучают ученые умы. Были созданы различные экспедиции для изучения оных. И вот некто Томас отправляется на поиски по новой зацепке, которую он в свою очередь получил от дяди. Узнаем ли мы тайну, сокрытую в англе? Или это просто пустышка? Дата выхода намечена на 5 августа 2015 года. Мы – маленький дрон. Единственная надежда человечества на выживание. Продираясь сквозь метеоритные дожди и оружейные заслоны, мы держим путь к единой цели – спасения всего человеческого рода. Но космос такой большой и холодный, а мы такие маленькие и железные. В общем, что же случится на нашем пути? Как же нам выбраться и выжить? Дата выхода намечена на 11 августа 2015 года. В начале 90-х годов многие дети хотели стать непревзойденными хакерами, взламывать за минуту крутейшие системы и переводить на свои счета огромные суммы денег. А главное – уходить, не оставляя никаких следов. Сейчас же нам выпал шанс почувствовать себя ими. По крайней мере, для тех, кто так и не пошел по этой стезе. Учитывая смерть самого крутого хакера на планете, мы должны позаботиться, чтобы его труды не попали в чужие руки. В любом случае, приступаем к работе. Нам еще многое предстоит. Дата выхода намечена на 12 августа 2015 года. Несмотря на все предрассудки, я вам таки скажу, что ученые люди очень даже веселые. Но вот развлечения у них на самом деле не такие, как у всех, более масштабные что ли. Построили им тут, например, целый комплекс. Даже полигон, я бы сказал. А, ничего. Создали себе робота и запускают его в тестовые камеры, прыгают, видели, бегают. А что, нам-то не сложно, если нужно. Мы и пробежаться можем, и задачки порешать. Главное, чтобы целыми остаться. Дата выхода намечена на 18 августа 2015 года. А вы все еще помните такого героя, как Робин Гуд? Если нет, то напомню. Добродушный такой, по сути, разбойник. Обкрадывал бедных богатеев и отдавался напыщенным простолюдинам. Ну, а теперь вернемся, знаете ли, в наш мир. Прекрасный такой. Продвинемся, эдак, на пару лет вперед, и будем грабить снова богачеев. К слову, так как мы добрые, убивать мы не будем. Но и заметить нас не должны. Такие вот дела. Дата выхода намечена на 18 августа 2015 года. Ну, тут, собственно, и объяснять ничего не нужно. Стоп. Вы что, не из 90-х? Ну окей, окей. Поясню. Была когда-то студия DreamWorks, которая, в свою очередь, занималась, помимо фильмов, созданиями игр. Угу. Было и такое. Так вот. Работали там интересные люди, которые, в свою очередь, решили создать интересную игру. И делать о ней решили из пластилина. И, естественно, вся она снималась на камеру покадрово. Но суть вся была не в том, а в клеймане. Но это, знаете, такой дико харизматичный персонаж, путешествующий по небывальщине. В общем, получилась очень даже веселая квестомания тогда. Ну а это, собственно, его идейное продолжение. Дата выхода намечена на 18 августа 2015 года. Последняя фантазия. В этих словах, как и всегда, многое заложено. Но на этот раз они несут в себе просто переиздание. HD класс 0. Мы вновь окунемся в фантастический мир четырех королевств. Ученики, ставшие на стражу своего дома, должны выжить и показать захватчикам, где их место. Дата выхода намечена на 18 августа 2015 года. Темный, страшный лес. Вы одни. У вас есть лишь фонарик. Но даже он подводит вас в этот момент. Затухаясь каждой минуты, он начинает моргать. А это значит, он скоро вырубится. Нужно найти батарейки и узнать, где мы вообще находимся. Знаете, странно, но у меня такое ощущение, что за мной кто-то следит. Дата выхода намечена на 25 августа 2015 года. Сегодня у нас таки прямо экскурсия в прошлое. Вот и мой следующий подопечный обещает вернуть нас аж в 70-е годы. А так как нынче набирает популярность игры про ограбление банков или выполнение тайных операций с предварительным планированием, разработчики не теряют и шанса, чтобы выпустить нечто подобное. На этот раз нас ждет сюжет в стиле фильма «Ограбление» по-итальянски. Подстава, месть и преступление. Дата выхода намечена 25 августа 2015 года. Опять-таки игровая экранизация нынче модного аниме One Piece. И что приятно, это не очередная боевка между персами, а именно сюжетная игра. В общем, всем любителям аниме обязательно к рассмотрению. А что до остальных, вы уж сами там решаете, ибо в итоге получился довольно неплохой битэмап. Дата выхода намечена на 28 августа 2015 года. У нашего следующего подопытного интересная судьба. По своей сути и по заявлениям разработчиков, это тот же самый мидбой. Ну, правда, с двумя небольшими изменениями. И нет, его создал не Макмиллан. Первое изменение — мы должны убивать врагов. Второе — мы вообще не видим уровень. Нет, прям в прямом смысле. Так вот, для того, чтобы узнать, куда нужно идти, мы должны прыгнуть и коснуться стены. Угу. Только тогда мы оставим отпечаток краски и поймем, куда же нам-таки двигаться. Дата выхода намечена на август 2015 года. Ну вот и подошел к концу мой маленький обзор интересностей на этот месяц. Да, собственно, и лето тоже медленно уходит от нас. А это значит, что скоро нам предстоит много работать или учиться. Кому как, конечно. В любом случае, желаю вам всего наилучшего и надеюсь, что вы нашли нечто интересное для себя. Следующий обзор ждите ближе к сентябрю. А я же вынужден с вами попрощаться и сказать спасибо вам за просмотр. С вами был, как всегда, Дезертир. Пока-пока. Если вам понравился данный ролик, не забудьте прокомментировать и рассказать о нем друзьям. Этим вы очень поможете развитию канала. Субтитры создавал DimaTorzok